Микс Ньюс Добрый вечер. Голос Америкс и сам Америкс в студии. Прошло определенное время и опять мы 6 часов встречаемся, чтобы обговорить те проблемы, те вопросы, которые касаются города Риги. Услышать ваше мнение, ваши вопросы. Так что у нас сейчас час времени с небольшим перерывом на полчаса. Так будем работать. Да, так что, уважаемые радиослушатели, вы уже можете приступать и звонить депутатической думы Андриса Америкс. 612-12-939, 612-13-939, телефон прямого эфира. Используйте, как вы знаете, WhatsApp и даже SMS, все средства коммуникации с Андрисом Америксом. Пока мы ждем звонок, естественно вопрос, все ждут, как бы следят за развитием событий после решения господина Пуца, министра, отстранить от должности мэра Риги Невушакова. Ваше мнение по этому поводу? Ну, мое мнение такое, что это первый раз в жизни Риги, независимой Латвии, первый раз, да, это первый раз, когда мэр столицы отстранен другим политикам. Будем говорить так, это не сделали избиратели, это не сделали там, скажем, правовые какие-то структуры, это сделал другой политик. И это значит, что сегодня, ну, есть такой новый виток взаимоотношений. Конечно, солнце все равно будет вставать на востоке, и все равно, скажем, жизнь продолжится. И Рижский Дума работает дальше, да, но, конечно, вот эти правовые аспекты, эти политические решения, они, ну, сейчас довольно серьезно влияют на всю работу самого большого самоуправления. Да, ну, я так понимаю, что еще впереди большой процесс и подача исков в суд Невушаковым, но я так понимаю, что Рижская Дума и коалиция в составе 32 голоса будут продолжать работать, это, видимо, Рижанам важно знать. Ну, конечно, и депутаты, и все, которые сегодня не первый день уже работают в Рижской Думе. Конечно, также есть 60 депутатов в Рижской Думе, как они были, и, соответствуясь выборами, значит, 32 депутата, это коалиция согласия честь служить Риги, ну, мы будем работать, выполнять, мы сейчас приняли только что бюджет города, то есть выполняем те же самые обещания, с 1 сентября у нас начинаются бесплатные питания в детских садах, то, что мы обещали, и мы также продолжаем все те программы, которые есть. Начнем принимать звонки, Дубович, ослушаем вас, пожалуйста. Сейчас, 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 секундочку, радио, вот. Да, пожалуйста. Господин Анарик, вы знаете, какая штука, вот, я помню, как вы говорили, когда часть депутатов Рижской Думы хотели попасть в сайл наш. Вот, и вы рассказывали про то, как это, ну, в общем, это нехорошо. Их выбрали, там, все прочее, и, чтобы обучать новых, там, я все это помню, и вы, наверное, это помните. Да. Теперь вы, вы лично решили, вас никто статуса депутата Рижской Думы не лишал. Ну, не было там, да, так, не лишал. И теперь вы решили, что вы пойдете, ну, может, вас выберут, может, не выберут, не важно. Но это было ваше решение, что вы пойдете в Европарламент. Ага. Вот. И как-то не очень удобно перед вашими избирателями, вам-то это не кажется, перед вашими избирателями не очень удобно. Когда вы говорили, что этим туда неудобно, вам сюда неудобно. Вот. Как вы к этому самому... Хорошо, я прокомментирую. Я прокомментирую это, хотя, наверное, нам сейчас эти ограничения по тому, что... Предвыборной кампании, да. По предвыборной кампании по Европарламенту мы больше говорим о проблематике Риги. И я как остался профессионалом и работником по тем многим годам по Риге, так я и стараюсь посредством радиоболткома не только контактировать с рижанами и решать те проблемы, которые существуют. Я только коротко скажу, что разница очень большая. Те, которые были избраны полтора года назад и ушли в САИМ, они до этого вообще не работали в самоуправлении. То есть, они только как попали, обогрели нос и пошли дальше. Я, к примеру, если мне лично, то я пять раз уже избран, 20 лет в Рижской Думе. И, конечно, мой опыт, и то, что я делаю и делал, я могу сказать, да, я делал. И сегодня, учитывая вот это большое давление, которое есть на Рижскую Думу, мы с Ушаковым вместе решили, что для всей Думы и так мы можем больше помочь. – 612-12-939, телефон прямого эфира, 612-13-939. Пока мы ждем очередной звонок. Вы упомянули бюджет города. Вот и действительно то, что с 1 сентября в детских садах тоже будет бесплатное питание, но ведь это не единственный приоритет Рижской Думы. Там много, я так понимаю, несмотря на сокращение вот этих, то, что выделяет государство. Да, конечно, конечно, чтобы понять вообще, то есть, если вот сейчас государство, парламент тоже принял бюджет, парламентский бюджет – это 9 миллиардов евро, бюджет Риги – это 1 миллиард. Ну, будем говорить, 10-я часть, больше немножко 10-й части. И в этом мы понимаем, насколько большая ответственность ложится на то, чтобы мы могли соответственно выполнять все эти обязательства. Мы говорим сейчас, что вот от бюджета города мы 130 миллионов. Вы также выделили то же самое Рига Сатексма. Но я могу сказать больше. Мы сейчас посчитали, к примеру, что если брать семью из 6 человек, то есть бабушка, дедушка, отец, мама и 2 ребенка, то есть 6 человек такой, то по всем этим льготам, по всей этой поддержке, которая есть по общественному транспорту, это более 170 евро на семью в месяц. Ну да, потому что и те же бабушки, и девушки могут внуков и школы выбрать. Это поддержка, это тоже наш бюджет. В этом году, что мы новое сделали, да, это питание в детских садах. Раз. Два, это на 10% поднятие зарплат для социальных работников. Это два. Также это на 10% поднятие для муниципальных полицейских. То есть тоже надо нам обеспечить порядок в городе. То есть есть несколько групп работников, которым эта поддержка дальше и продолжается. Поэтому сказать, что это, ну скажем так, это те же программы, то, что мы обещали, и это делают повседневно. То есть мы будем сейчас также продолжать всю ремонтную программу в школах, детских садах, когда эти погодные условия позволят раз. Два – это когда нет детей, то есть когда начнутся каникулы. И один из основных сейчас вопросов – это, конечно, то есть что касается наших улиц. То есть их надо постепенно приводить в порядок после зимы. И, я так понимаю, ремонты мостов запланированы тоже будут уже? Ну, два таких больших проекта. Это Брасовский мост, который сейчас требует капитального ремонта полностью там. Заметанский мост – это где в конце Чак-Морез. Улица Крас – это такой очень большой проект. Начало строительства, наконец-то начало строительства. Сейчас путепровода от Вестера на Твайка. То есть, ну, очень большие, серьезные проекты у нас стоят впереди. Плюс еще четвертая часть этого Южного моста, улица Зепная, Кална, в сторону Вен и Базгат. – 612-939, телефон прямого эфира, 612-13-939, дозваниваетесь. Андрей Самерис готов ответить на ваши вопросы. Пока мы ждем звонок, вот у вас большой политический опыт. Как вам кажется, вот эта вот оппозиция в Рижской Думе, и, может быть, даже точнее, те, кто сейчас находится у власти, правительство, после отстранения Ушакова успокоится или травля коалиции в Рижской Думе продолжится? Ваши ощущения? – Я думаю, что сегодня очень много таких эмоциональных заявлений, которые не всегда связаны даже с желанием конкретно что-то делать. Потому что не в словах же показывается, а на работе, в конкретных делах показывается. Можешь ты что-то делать, не каких-то одноразов... Тут иногда получаются эти политические заявления, как такие одноразовые посуды или одноразовые салфетки, да, вытерл нос и выкинул, да, сказал, ну и что... Ну, сказал, ну, как слово дал, так и слово взял обратно. Это вот те же обещания по парламентским выборам, поднятие на 500 евро и пенсии, и минимальные зарплаты. – Да, не облагаю, минимум чего только не обещали. – Ну, вопрос же во многом зависит от того, сколько ты можешь консеквентно это выполнять. То есть мы... Нас можно сравнить за эти годы. – Да, очередной звонок. Добрый вечер, слушаем вас. – Добрый вечер. – Добрый вечер. – Господин Анатолийский, ну, ни в коем случае не хочу вас учить там работать. Если это работает... – Надо учить, надо. – Почему надо? – Вы знаете свое дело и все. Вот просто вот, а кто будет, вы столько проектов озвучили, кто будет это все делать? Вот я вижу по городу сейчас, вот, то же самое Мукусальское кольцо, он его полгода точно ремонтирует. Вечная пробка, мне кажется, там выходные, я уже говорил. – Нет, нет рабочих, нет рабочих. – Выходные, ну, а кто, вы сейчас озвучили столько проектов, нет, нет рабочих, да, вы говорите. Вот там то, 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 надо будем делать. Вот Мукусальское кольцо, выходные, никогда никто не работает. Хорошая погода, там, вечерами, я смотрю, в пять уже никого нет. Ну, в частном бизнесе я работаю, но я не могу такого допустить. – Ну, я могу сказать, это основательный вопрос, но, скажем так, мы знаем, что трудовая законодательность, сегодня говорят, за ночную работу надо двойне платить, за сверхурочную тоже надо платить, соответственно, но и те строительные компании, которые выигрывают, ну, они получают соответствующий срок, за который надо работу выполнить, ну, они не хотят рабочим платить, ну, больше, чем, соответственно, ну, за часовой вот эту оплату, без сверхурочных. – Это раз. Два, да, катастрофически не хватает сейчас рабочих. Ну, вот, что хорошо или плохо, вот сейчас Брасовский мост, Брасовский мост, который сейчас в апреле, сейчас надо все копать уже капитальный, там есть срок, как добиться этого, выиграла литовская компания строительная, то есть, ну, сейчас на латвийский рынок приходят литовцы. Да, хорошо, плохо, ну, то есть, возможно, это сегодня дополнительное, ну, как бы, то есть, дополнительное количество каких-то рабочих, которые могут здесь появиться плохо, местные уехали, не хватает этих рабочих мест. Поэтому, да, ну, сейчас такая парадоксальная ситуация, у нас есть деньги, мы говорим, у нас есть деньги, европейские, свои, ребята, давайте, ну, вот, давайте работать. И, к сожалению, одна компания или максимум две только участвуют в конкурсах. Сванки продолжаются, и мы их принимаем, разумеется. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. А я вот хотел бы поинтересоваться, а почему вот литовская компания может найти рабочих? Почему они могут это все организовать? Почему они могут платить людям нормальные, достойные зарплаты, а латвийская компания не может? Это что, такой принцип, что ли? Не знаю, я это, конечно, здесь, естественно, радио Болтко, может, пригласят руководителей или... А вот вы скажите, какая у вас зарплата? У меня сейчас маленькая зарплата, у меня 600 евро. Ну, 600 евро, вы работаете за 600 евро? Я как депутат получаю, мне же нету, я же не основную работу сейчас делаю на Думе. Что-то мне не верится, что вы живете на 600 евро. Ну, поймите еще раз, я не профессионал по строительным работам. То есть вопрос другой. Я сегодня хочу пояснить только одно. Если сегодня есть, кто готов заниматься и качественно заниматься, и выполнять обязанности, которые есть по тем же самым самоправленческим заказам, дверь открыта. Но мы не имеем права сегодня, когда объявляется конкурс, запретить строить или участвовать в конкурсах тем компаниям, там, не знаю, эстонцам, литовцам, так же, как латышские компании в свое время участвовали в Литве, и даже в Польше еще куда, только они, в Швеции куда, только они не поддавались. Да, эти конкурсы существуют. Ну, мы просто, сейчас я вижу, то есть самую, как бы, дешевую цену предлагают непосредственно литовская компания. Так, еще один звонок примем. До вечера. Добрый день, господин Анатольев, а вы поняли, про какое кольцо ротационное был предыдущий звонок? По кольцу какому еще раз? Ротационное кольцо. Ну, звонил человек, сказал, что вот кольцо ротационное, значит, вы... Это там, где, я понял, там, где Икея сейчас, с этой стороны? Да, да, ну вот выезд с улицы Затникала, спиной Кеками, на ротационное кольцо. А, нет, это Затниканское вы говорили, а я перед этим был этот Икея. Господин Анатольев, ротационное кольцо, выезд от ЦСДД, если вы выезжаете, ротационное кольцо по целу тыл-то. Да. Вы говорите, значит, по вашему ответу понятно, что его еще будут делать год или два, то есть нету людей, его делают уже, китайцы бы уже построили мост, я не знаю, там через, там, в Желтую реку. Я не думаю, что это год или два, это то, что касается ротационной... Ну, там в дикое время люди делают это кольцо, понимаете, вот логика получается такая, вот операция отменяется сейчас в больнице, нет медсестер, это же не значит, что можно разрезать на столе, а потом сказать, слушай, нету сестры, она уходит, да? Я поясню. Мы не можем, мне зачем было начинать, если вы не можете закончить. Можем, можем, дорогие радиослушатели, я призываю вас, ну, как бы, спокойно воспринимать эту информацию. То, что касается этого ротационного круга, это связано с капитальным ремонтом всего островного моста. Да, островной мост ремонтировался так, чтобы следующие 30 лет не ремонтировать. Сначала сделали мост, потом подъездные пути, которые сейчас завершают. И этим летом полностью должны завершить все вот эти подъездные, надъездные пути, в том числе этот, и все эти круги, ну, чтобы позволить, соответственно, все сделать. Зимой, наверное, эти строительные работы делать не могли. Ну, соответственно, как мы говорим, технологии, это плюс 4 градуса среднедневная температура, после чего только могут начаться технологические процессы. То, что касается приведения полностью порядок островного моста, он будет приведен порядок в этом году. Да. Продолжаем принимать звонки. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Мой офис находится на улице Красута. Так. Нелико от переключения плена. На этом жилку находится музей. Музей, это деревянный музей, да, старый дом. Да, 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 очень красиво, да, очень красиво реставрированный домик, очень приятного внешнего вида. Но я не сама не могла туда попасть, мы хотели как бы посмотреть, что там такое. Ни одного экскурсанта, вот у меня уже офис здесь, наверное, 4 года, я не вижу, что там кто-то был. Скажите, что за музей, во сколько он в Риге обходит, и вообще нужен ли он такой? Я очень удивлен. То есть музей открыт, может, вам не удалось, но я не знаю, какое время. Даже через интернет-сайт Рижской Думы можно зайти. То есть этот музей, это старое деревянное здание, которое, если мне память не изменяет, построенное в 1870 году, одно из самых старых деревянных зданий было отреставрировано за европейские фондовые деньги, потому что на это Европа, на деревянную архитектуру, это не было бюджетные деньги города. Он был отреставрирован и создан так, как Красотай-12, это адрес, если я правильно сейчас помню. И там есть экскурсовод, там есть управляющий, и мы специально его делали открыто для школьников, для туристов, для всех остальных. Там есть рядом еще один зал, такой как бы новый, где еще встречи, конференц-залы проводить. И в любом случае там приняты работники, и через интернет-сайт, ну, в любом случае пришлите свои координаты, вас найдут и специально туда пригласят, потому что он специально делан для того, чтобы люди могли ознакомиться с историей того времени. Ну, он, я считаю, одной из частей, куда много туристов идут. Югенстиль музей на Альберта, и этот Красотай, деревянная архитектура. Да. Еще один, наверное, звонок успеем принять до перерыва на новости, рекламу. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, господин Аверикс. Вы говорите, что все это эмоции, так сказать, и все как продаж, все планы, которые нам были намечены, будут сделаны. Ну, вот как-то так незаметно эмоции по поводу Ушакова перешли в реальные стадии. Сейчас идут эмоции по поводу распуска Думы. Вот сегодня эмоции, а завтра будет реальность. И в этих условиях депутаты, я очень сильно сомневаюсь, что будут работать так, как вы сказали, все в том же режиме, так сказать, и так далее. Спасибо. Я уверен тому, что депутаты, как они работали при ведущем созыве, так они будут работать в этом созыве. Да, сегодня есть намного больше политического противостояния. Однозначно, согласен. Сегодня есть более агрессивные заявления. Да, но еще раз повторю, то, что мы делали, то, что мы ремонтировали, будь то школа, детский сад. Да, большие проекты, не так просто. Можно сегодня, в соответствии с правилами строительства, добиться результата. Плюс все эти конкурсы, плюс обжалований. Там строители между собой воюют. Но мы однозначно пришли работать в Ригу и будем продолжать. То есть, сегодня даже так, мы хотим, чтобы была и парламентская поддержка, мы хотим уже защиту, то есть, по еврофондам, по всему и от Европы получить. Потому что Рига, это сегодня 55% всего экономики Латвии. То есть, это больше половины всего. Треть жителей, да. И, ну, даже в дневное время, наверное, половина всех жителей Латвии. Поэтому здесь, ну, как, асфальт же не имеет политической принадлежности, да. Его надо делать, будь то ты такой или другой веры или политических взглядов. Поэтому, нет, конечно, можно распустить. Если кто-то сегодня примет, могут принять решение, что вообще нет сегодня воскресенье в неделю. Есть шесть дней, и после субботы приходит понедельник. И парламент примет такое решение. Ну, может принять. Ну, конечно, может. Но вопрос, насколько сегодня кто дружит головой. Мы будем работать и будем продолжать. Поэтому я в этой студии. Андрей Саммерикс у нас в студии. Привемся ненадолго. Новости рекламы. Мы, кстати, в этой студии остаемся. Так что не переключайтесь. Микс Ньюс. А мы продолжаем. Андрей Саммерикс, депутат Рижской Думы, у нас по-прежнему в студии. И идут звонки. Мы их будем принимать. Добрый вечер. Слушаем вас. Да, пожалуйста, потише приемничек. И вы тогда нас хорошо услышите. Мы вас слушаем. Да, хорошо. Добрый день. Добрый день. Меня интересует такой вопросик. Когда же начнется строительство моста Саркан-Долгоу? Два года назад вы обещали приступить. До сих пор сотни машин два-три раза в час стоят, двумят и загазовывают. И никаких двигов. Все, спасибо. Обещал. Потому что по тем обещаниям, которые были, мы были уверены, что мы сможем со строителями. То есть строители смогут начать. Оказалось, что надо целый год перекладывать все магистральные трубопроводы. Ну, соответственно, всю нижнюю, как эти сети. Могу сейчас сказать, что у нас отступать уже некуда. Потому что здесь европейские, здесь большие европейские, 45 миллионов европейских денег. И европейские деньги, конечный срок освоения, это 22-й год. Сейчас у нас 19-й. Чтобы такую, ну, будем говорить, новую стройку построить, там два с половиной года минимум надо. То есть то, что говорит департамент транспорта, наш департамент транспорта, что сейчас все уже финальная стадия. То есть мы в этой весной, ну, то есть апрель или начало мая начинаем копать. То есть это сначала виадукт, потом, ну, соответственно, еще улица Твайка. Угу. Спасибо. Еще звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я могу задать вопрос, который не совсем по Риге, а вот по поводу быстрых кредитов? Нет, это не моя тема. Да, давайте все-таки мы будем придерживаться вопросов, касающихся Риги. Тем более их много. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Я хотела задать вопрос, чтобы вот мужчину полностью поддерживал по поводу путепровода Насар-Кандаугова, да? А меня очень волнует, потому что наш район Сан-Кандаугова, очень как бы много пожилых людей. И вот, господин Америкс, я к вам несколько раз обращалась по поводу парка Алдорис. Это был ваш, как бы, коронный такой номер для выбора в 17-м году. Вы сказали, что вы все начнете, вы все будете делать, вы все-все-все, но Красная Двина в ужасном состоянии, грязь кругом. Мало того, что мы задыхаемся от всех ваших воздухов, от этих портов, от этих нефтевышек всяких, пожалуйста, нам сделайте парк. Спасибо большое. По-моему, сегодня комитет, если мне память не изменяет. Сегодня комитет развития, непосредственно сегодня, принял решение, первый этот этап, более 600 тысяч евро. Парк Алдорис. Выделить на парк Алдорис. То есть, это детские игровые площадки, приведение зеленой зоны, велотрек, еще, ну, то есть, с одного конца, то есть, начало всех работ. Вот, сейчас, сегодня, вот, принято решение, 600 тысяч евро непосредственно уделения. Ну, там еще, наверное, будет какой-то месяц, сейчас полтора, ну, соответствующие конкурсные работы, но то, что обещали, то выполняем. Парк Алдорис – один из приоритетов. То есть, мы, можно сказать так, парк Алдорис, ну, нам надо приводить в порядок, плюс еще есть планада-центр и часть тоже территории парку Зварс. Еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Ну, у меня вопрос риторический, я уже когда-то задавал его, но так ответа не получил. Вот, смотрите, вы являетесь депутатами Рижской думы. Да. Кто является вашими работодателями? Избиратель. Избиратель. Ну, Рижане, будем говорить так, Рижане. Да, Рижане, совершенно верно. Так вот, почему 28 депутатов, которые ставят палки в колеса, получают деньги, допустим, ничего не делая, да, и это считается, они получат деньги, согласны, работать они не хотят. Неужели нет никакого механизма, допустим, наказания их, да, они хотят работать, пускай, Валя, отойдут, лопату берут, копают ямы. Спасибо, но это по поводу, видимо, думской оппозиции. Ну, как, будем говорить так, они копают яму нам, считая, что мы в эту яму упадем, и они после этого станут королями, ну, то есть это... То есть они уже копают. Ну, а их сейчас занятие, то есть как демократия, дорого стоит, но факт один, что в отличие от парламента, где более, я извиняюсь, такие философские вопросы обсуждаются в самоуправлении, это более хозяйственные вопросы, да, и кто-то сегодня вносит предложение, там, сносить памятник Победы, или там еще какие-то вещи делать, да, то есть куда деньги тратить или не тратить, то есть они вносят свои предложения, ну, то есть по их мнению, что надо делать так или по-другому. Мы сегодня, 32 депутата, являемся большинством, ну, и своим голосованием мы как держим курс корабля, будем говорить так, да. Если этот руль корабля отпустить, то, наверное, этот корабль потеряет направление, тонет по всей вероятности. Да, ну, то стоит, наверное, напомнить, что Дума приняла недавно, я так понимаю, на одном из последних заседаний Думских, как раз важное решение о закрытии вот игорного бизнеса. Это тоже, да, один из таких решений, где, ну, будем сейчас справедливо, оппозиция тоже побоялась голосовать против или воздержаться, хотя до этого такие предложения были. Ну, есть много нюансов, которые сегодня влияют на принятие решений, да, то, что Риги не только в центре города, но и периферии, сегодня вот эти одноручники или эти залы находятся даже в первых этажах жилых домов, ну, соответственно, рядом еще ломбарды или что-то. Ну, мы после этого Думского бюджета на социальные помощи, рехабилитации тратим больше денег, чем там какие-то налоги, поэтому мы посчитали, что на сегодня, ну, скажем так, новый план развития, который принимается на 12 лет, он, как основной документ, определяет, что Рига может освободиться от этого предпринимательского. Это тоже не будет сразу, там, 5 лет переходный период, ну, в любом случае, это направление по закону. Еще один звонок принимаем. Добрый вечер. Слушаем вас. Пожалуйста. Пожалуйста. Что-то там, да. Уважаемые радиослушатели, не забывайте все-таки выключать радиоприемники перед тем, как звонить, потому что ничем просто вас не слышим. 612-12-939, телефон прямого эфира. Вот, я так понимаю, пока мы ждем звонок, наверное, важное направление сейчас работы Рижской Думы, и я так понимаю, что и партия «Честь служит Риге», это работа с этими обществами окраин или обществами крайонов, да? Это, это, сегодня очень много есть активных рижан, они живут, будь то в Кангараксе, Пурцемсе, не знаю, в Яунцемсе, Болдерай. И эти активные люди, они говорят, у нас мы патриоты свои окраины, свои окрестностей, мы хотим там скамейки, там, не знаю, урны мусорные поставить, цветочницу создать и так далее. Мы в этом году открыли новую программу, поставили сейчас туда полмиллиона евро, то есть 500 тысяч евро, для поддержки вот таких небольших, будем говорить, инициатив активных людей, ну, по разным местам города. То есть руководителем этой программы является исполнительный директор, господин Радзеевич, и исполнительные директоры по районам, ну, и, соответственно, там будет конкурс сейчас на подачу предложений, как, ну, кто, какая окрестность сможет использовать это там для озеленения, там, не знаю, приведения что-то порядок. Ну, это так называемый контакт между активными рижанами, или, будем говорить так, местными общественными активистами, ну, и возможностью Рижской думы поддержать их инициативу, да, то есть, там, как сказал, скамейки, мусорники, еще что-то там. Ну, то есть, учитывая, как это, так же, как у нас есть сотрудничество сейчас по ремонту этих старых зданий, да, где Рижская дума софинансирует, там, до 20 тысяч, если ты ремонтируешь фасад, даже частного дома, ну, или, там, какие-то элементы, там, двери, или окна, или что-то. То есть, уже четвертые годы эта программа очень пользуется большой популярностью, мы практически миллион евро софинансирования даем, и приводится здание порядки, с другой стороны, те же самые трущобы, и то, что сейчас развалины по всей Риге, подсчитывается и находится новое, то есть, несколько сотен. Тем ставится двойной налог на собственность и на землю, то есть, это не полтора, а три процента, ну, как кнутый пряник, так будем называть это. Но факт, что всегда лучше, когда тебе есть партнер, то есть, не просто, вот, как мы говорим, вот, надо сейчас только муниципального полицейского, все, кто курит на лестничной клетке, сейчас поймать и шрафовать. То есть, вопрос, как самые жильцы, как мы этот контакт создаем. Угу. Плеваем принять. Еще несколько звонков, дубы вечера, слушаем вас, пожалуйста. Да, дубы вечера. Добрый вечер. Ну, вот еду по островному мосту, ни одна техника не работает, вот время еще светло, погода хорошая, ни дождя, ничего, техника нигде не работает, еще 7 часов вечера нету. В Литве я видел ночами люди работают, в Польше я видел ночами люди работают, когда была передача про Ушакова, значит, один из звонивших дал такую информацию, что квадратный метр стоит дороги у нас там в Риге, бешеные деньги разделить на квадрат, там что-то умножаем на 10. Ну, как бы, может быть, какие-то премии кому-то убрать, отдать больше денег этим рабочим, ну, правда, не хочу вас учить, ну, невозможно. Вот пол моста забито, вот сейчас пробкой, три полосты, четыре, пол моста будет забито, ну, так как-то неправильно. Спасибо. Ну, я тоже считаю, что мы сегодня немножко являемся заложниками этих ремонтных работ, когда погода позволяет. Повторю так, что раньше, там, в советское время у самоуправления была своя хозяйственная, там, не знаю, управление, сами ремонтировали, сами делали указания и так далее. Сегодня строительная компания, которая взяла подряд, но она, соответственно, имеет, ну, свои условия и свои, там, сроки, то есть, и самую дешевую цену, потому что мы же не можем платить дороже, чем, ну, то есть, если кто-то предлагает дешевле. Повторю еще раз, если вы меня поймите, что ночные или вечерние смены стоят дороже, ну, то есть... Буквально в двойном размере, да? В двойном размере, ночная смена в двойном размере. И вот в чем есть проблема, сколько я считаю, я тоже хочу, чтобы быстро было это сделано, что нам, как, если мы заказали Реческая Дума работу, то как у нас, какой интерес дразнить рижан, создавать эти пробки и говорить, вот как они медленно работают, или бегать по объекту и считать, сколько рабочих на этот момент на работе. Ну, не детский сад, да, ну, не детский сад же это. Но факт один, то есть, то те пояснения, которые нам даются, это то, что в соответствии с трудовым законодательством, двойная зарплата, там, еще друг, пятое, десятое. К сожалению, это все, конечно, дразнит всех, которые видят, что, ну, никто не работает. Согласен, и надо искать, и будем, наверное, искать какие-то дополнительные меры, и, может, и дополнительные деньги, чтобы эту двойную зарплату тогда платить. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Алло, добрый день. Пожалуйста, слушаем вас, да. Добрый. Господин Америка, добрый день. Хочу вас, знаете, что, ну, не знаю, сказать. Ну, посоветовать. Посоветовать, может быть. У нас замечательные сейчас дворы сделаны, да, но эти дворы постепенно появляются ямы, выбраны, и они очень быстро превращаются опять в огромные колдобины, как вот и было там несколько лет назад. Вот, в частности, у нас за домом мебели, Илокстес, улица, Илокстес 103, 105, 107, 109, здесь внутренние дворы, такие красивые дворы, заасфальтированные бордюры новые, и появляются уже опять эти ямы, и они вот на глазах растут, на глазах. И видел то же самое я и в плявниках, и в имонте. Вот, как бы так, чтобы сохранить эти наши дворы, потому что второй раз, второй раз, я думаю, что руки не дойдут до этих дворов ни у кого, ни у вас, ни у ваших, может быть, кто придет после вас работать. Вот, сохраните эти дворы. Спасибо большое, да. Я могу пояснение дать, так, конечно, во-первых, надо проверить, я дам указание, чтобы посмотрели, когда эти ремонты были сделаны, два года гарантию, будем говорить так, два года гарантия, есть сейчас новые, где мы заключаем договора, три года гарантии. То есть, после трех лет, ну, соответственно, уже тогда надо заново заказывать, это раз. Два, мы поняли, что во многих местах, где ремонтируются дворы, мы, ну, сейчас начинаем отказываться от асфальта, мы идем на брусчатку, да, потому что брусчатка, во-первых, поглощает больше ленивые воды, и, во-вторых, ну, скажем, она более эффективна, если надо сделать небольшие ремонты, да, то есть, и большая часть сегодня, ну, и дворов сейчас, это делается из брусчат, но это не везде, это соответствует где-то возможной, как это, скажем, технологией позволяет. Ну, а по ИЛУКСа себя передам, чтобы проверили, конечно, не надо допустить того, что там это опять превратилось, да, конечно. Последний звонок, наверное, принимаем, так время быстро идет, добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Да, добрый вечер, я по поводу сплежания от подъезда всех этих корпоративных и других домов, большая часть из них находится в ужасном состоянии, и все переваливается на всякие там общие собрания, то есть, и все это никогда не будет сделано, если таким образом продолжать действовать. Почему не принять правила регламентирующие, санитарное и иное состояние детально, где все будет расписано, вот, и эта проблема исчезнет? Спасибо. Ну, возможно, и сегодня существуют правила эти, они не решки дум, они кабинеты министров, которые четко определяют техническое состояние и соответствующие действия, ну, самоуправление, касающиеся тогда уже устранения этих технических непоправок. Но, к сожалению, без соучастия сегодня жильцов или собственников квартир, мы далеко все равно не уедем. Это поэтому мы тоже создали эту программу 1 евро от вас и 1 евро от Рижской думы на ремонтный фонд дома. Да, потому что мы тоже иначе не можем там создать, все равно, если в доме 60 квартир или 20, все равно, ну, это надо сегодня быть кому-то партнеру Рижской думы. Кто-то, если мы говорим, мы от бюджета готовы помочь, но вам тоже надо там 20, 50, 60 квартир, но все равно надо найти сегодня вариант, как мы управляем этим домом. Да, иначе у нас не будет вариантов. То есть это частная собственность, ну, то есть приватизированные квартиры. И по сегодняшним законам мы ограничены какой-то дополнительной поддержкой. Ну что, еще один, наверное, примем. Еще один, наверное, примем. Да, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я хочу задать вопрос по поводу того же островного моста. Вот когда едешь в пробке по этому мосту медленно и смотришь по сторонам, очень хорошо видно, что та часть, которая уже дана, начала разваливаться. Бортики, которые подгораживают тротуары, они уже начали отваливаться. Пройдите, пожалуйста, по нему пешком и посмотрите, какое там состояние. Потому что до сдачи второй части он не доживет. Мы проверим, конечно, но, конечно, островный мост еще не принят от строителей, то есть так что там еще не началось ни гарантийное. То есть сейчас за все отвечают строители, и мы, если там будут какие-то повреждения, мы ничего не примем. Они за свой счет их будут ремонтировать. Да, только после этого они могут получить какое-то финансирование. Они замораживаются. 10% суммы договора для вот этих всех аварийных работ. Андрей Самерикс у нас был в студии. Голос Америкс так вот подошел к концу. В следующий мы понедельник не будем, потому что я не верю, а потом опять мы продолжаем работать. Так что готовьте свои вопросы. Спасибо.